Мне вообще-то надо про горьких рассказывать, но я не вижу смысла это делать. Мне сказать-то нечего. Надо сказать, но не очень понятно. Ну хорошо, смотри, ну давай побежимся по пунктам. Вот первая у них структурная логика, ну типа базовая функция, ну вроде как. Но по факту, извините, это не вам, по факту между А и пунктом Б найти не может связи никакой. То есть теряется где-то в промежутке. Зачем это говорить людям, да, непонятно. Считается, что волевая сенсорика творческая. Ну блин, простите, он сидит на диване, пьет пиво и смотрит телек. Волево-сенсорно, наверное. Ну тоже сам по сути. Да, ну как-то. Вот тут же время тоже. Сидит, смотрит программу «Время». Зачем мне об этом людям рассказывать? Время их тратить непонятно. Этика эмоций. Ну пропустим этот момент. Типа считают, что знают, ну ну. Сенсорика комфорта. Может быть, но он, блин, в валенках и в какой-то пропавшей телогрейке ложится спать, даже в душ не сходит. Какие-то животные вообще. Как этот комфорт, это сенсорика, что это вообще? Потом разит за километр. Не-не-не, даже молчи, не заикаться про это. Деловая логика. Ну, знаем мы эту деловую логику у Горьких. Сидят на чужом наркотрафике, да, там Путина кокаин, вот это все, да, отжать. Ну, то, конечно, они могут. Но где тут как-то дела-то не делают приличные люди? Тоже опустим. Этика отношений, да. Вообще, кто такой человек, который звучит гордо, Горький не слышал, у него нет такой категории. Какая этика отношений? Какая этика? Вы что, ты-то гомодрил. И, кстати, вот интуиция возможности, болевая функция. Я, например, видел Горьких в зоопарке, вот обезьяны с сигаретой. Ну, это все, что, пожалуй, в интуицию возможностей входит. Вот туда и туда, вот сигареты обезьяны. Все. Получается, нету никакого смысла. Пропускаем Горьких, да? Пропускаем.